Здравствуйте! В студии Роман Саганов и программа «Первые лица на Дону». В предисловии нашей программы хочется вспомнить бессмертные произведения Самуила Яковлевича Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Речь идет о молодом парне, который спас из огня девочку. Так вот его ищет и милиция, и пожарные, и фотографы. Из особых примет – среднего роста, плечистый и крепкий. Ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него. Больше не знаем о нем ничего. Одна из примет – знак ГТО. Я думаю, что старшее поколение знает и знакомы с этими тремя буквами ГТО. А молодое поколение, я не уверен, что знает, что же это такое. Давайте сегодня разберемся. И гость нашей программы – заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Петр Николаевич Серов. Петр Николаевич, здравствуйте! Добрый день, Роман! Петр Николаевич, давайте все-таки расскажем, что же такое ГТО, как планируют его вводить в Россию и в Ростовской области в частности, и для чего это надо? Спасибо. Очень хороший вопрос, Роман. Я бы начал, наверное, с указа президента Мартовского за номером 172, который вводит Всероссийский физкультурно-споративный комплекс «Готов к труду и обороне». В соответствии с этим указом у нас вышло постановление правительства Ростовской области об утверждении плана мероприятий по введению этого комплекса и сдаче нормативов ГТО у нас в Ростовской области. Структура комплекса ГТО включает в себя 11 ступеней. Эти 11 ступеней включают возрастные соответственные категории граждан от 6 до 70 лет и старше. Причем хочу отметить, для каждой возрастной группы утверждены государственные требования к уровню физической подготовленности, соответственно, и перечень испытаний и нормативов. Хочу сказать, что обязательно человек, который захотел сдать нормативы ГТО или выполнить нормы ГТО, обязательное требование условий – это сдача, вернее, исполнение, будем так говорить, обязательных испытаний и испытаний по выбору. Причем для каждой возрастной группы они определены и утверждены, соответственно, положением о приеме нормативов комплекса ГТО. Хочу сказать, в соответствии с этим документом, как федеральным, так и нашим областным, утверждены перечень испытаний, которые необходимо, соответственно, пройти. Весь процесс принятия нормативов ГТО, как в России, так и у нас в Ростовской области, он распределен на три этапа. Это много или мало три этапа? Это достаточно. Это нормально. Первый этап – это 2015 год. У нас в этом этапе участвуют пилотные субъекты федерации, 12 субъектов федерации, которые отрабатывают именно структуру и всю нормативно-правовую базу принятия нормативов этого комплекса, соответственно. Что сделано у нас в Ростовской области в этом году? Мы не участвовали в пилотном проекте, но мы провели очень хорошую работу, разъяснительную информационную работу для всех граждан Ростовской области, начиная от школьников и заканчивая, соответственно, пенсионерами. Что такое комплекс ГТО? Как его можно принять, сдать, соответственно? Где это можно проходить и так далее? Хочу сказать, что у нас прошло очень масса всевозможных праздников, мероприятий, фестивалей, которые были как раз направлены на вот эту разъяснительную работу среди граждан Ростовской области. Второй этап – это 2016 год. 2016 год – это когда уже будут у нас определены, соответственно, центры тестирования, где уже будет проходить непосредственно принятие этого нормативного комплекса «Готов к труду и обороне» на местах муниципальных образовательных организациях, соответственно, где будет выстроена вся, соответственно, структура. И в 2016 году мы предполагаем в Ростовской области у нас могут и должны сдавать учащиеся в общеобразовательных школах и студенты высших и средних учебных, соответственно, заведений. Это второй этап. Третий этап – это когда в 2017 год, когда все граждане Российской Федерации, в том числе и наши жители Ростовской области, всех возрастов, могут, ну я так подчеркну, добровольно, естественно, добровольно сдавать вот эти нормативы. Вот эти три этапа, еще раз говорю, в Ростовской области для этого мы сейчас проводим очень интересную работу с муниципалитетами по поводу создания этих центров и по поводу подготовки специализированных, соответственно, кадров. Петр Николаевич, вот раз заговорили о центрах тестирования, в 2015 году, я знаю, они будут у нас в Ростовской области. Что это за центр тестирования и когда они, где могут располагаться они? Значит, до конца 2015 года мы должны создать региональный центр тестирования. И до 1 января 2016 года мы должны создать муниципальные центры тестирования. Что собой представляет муниципальный центр тестирования, откуда я вот хотел бы начать наш с вами разговор? Это компетенция органов местного самоуправления, создание муниципальных, соответственно, центров. Муниципальный центр создается постановлением органов местного самоуправления, соответственно. Финансирование исключительно идет из муниципального, соответственно, бюджета. И что касается специалистов. Специалистов уже орган местного самоуправления, глава администрации определяет, исходя из количества, соответственно, жителей того или иного муниципалитета, 2, 3, 4 человека, и место тестирования. Самое главное – это места тестирования. Муниципальный центр будет проводить обработку всех тех испытаний, которые будут проходить на местах тестирования, хотя и в центре тестирования тоже могут проходить соответствующие испытания. И в этом муниципальном центре должны быть подготовлены специализированные кадры. Вот, это самое главное. Значит, что касается кадров, нам удалось порешать с Федеральным министерством спорта, и мы определили уже, у нас в Ростовской области региональным центром по переподготовке кадров по принятию нормативов ГТО будет Южнофедеральный университет. Непосредственно Академия физической культуры и спорта этого Южнофедерального университета, где имеется соответствующая база, где имеется преподавательско-профессорский состав, который будет готовить будущих судей, которые будут принимать вот эти нормативы у школьников, студентов и... У желающих, да, остальных желающих. У желающих, кто захочет именно выполнить нормы ГТО. Поэтому сейчас прорабатывается с муниципалитетами вопрос о переподготовке этих кадров. Это могут быть и учителя, это могут быть учителя физкультуры, я имею в виду, это могут быть тренеры, которые работают в детско-юношеских спортивных школах, в спортивных комплексах и так далее. Это на усмотрение органов местного самоуправления. И я думаю, с октября месяца мы уже приступим к обучению. А, это совсем скоро вот уже, да, практически? И скоро мы начнем уже обучать, соответственно, через месяц-полтора мы начнем уже, соответственно, обучать и готовить, чтобы с 1 января в каждом муниципалитете были люди, которые могли бы принимать нормативы ГТО от граждан именно Ростовской области или того или иного муниципального учреждения. Что касается регионального центра. Региональный центр или региональный оператор, он будет собирать информацию от муниципальных, соответственно, центров, обрабатывать ее будет, соответственно, и передавать в Москву. Это обязательное, соответственно, требование, потому что вся информация по принятию нормативов ГТО, она должна идти через региональный, федеральный, соответственно, центр. И непосредственно уже выдача удостоверения бронза, серебро и золота, соответствующие приказы и удостоверения и знак, тот или иной, соответственно, той или иной ступени, уже будет, соответственно, выписываться золото исключительно федеральным министерством спорта. И удостоверение к нему будет подписываться исключительно министром спорта Российской Федерации. Что касается серебряного знака и бронзового знака, то это подписываться будет приказом и удостоверение будет вручаться за подписью министра спорта Ростовской области. Для этого центры должны быть, существовать, работать, и в них должны быть квалифицированы, соответственно, кадры. Ну вот это вот награды будут, да, участникам ГТОПа, а вот какие-то еще поощрения будут для победителей ГТОПа, например, поступления в ВУЗ? Очень хороший вопрос. Ну, во-первых, хочу еще сказать по наградам. Награды обязательно должны вручаться в торжественной обстановке, это однозначно. Те знаки, которые будут проходить из Москвы, соответственно, и удостоверение должно быть вручать в торжественной обстановке. Это действительно очень хорошо. Почему? Потому что вот первый фестиваль по физкультурно-оздоровительному комплексу, который у нас проводился в Ростовской области и в Российской Федерации, он очень прошел успешно, я хочу сказать. У нас на муниципальном уровне в этом фестивале приняло участие около 30 тысяч школьников. Это уже прилично, да? Это в возрасте от 11 до 15 лет. То есть, значит, популярен, да, ГТО, среди школьников? Конечно, конечно. Причем хочу сказать, что именно возраст от 11 до 15 лет, это третья-четвертая ступень. Вот то, что я в начале своего выступления говорил, одиннадцатая ступень, как раз вот это третья-четвертая ступень. Мы провели областной фестиваль, в котором приняли участие около 150 человек. И причем определили победителей, это 8 человек, из разных территорий Ростовской области. Это Мясниковский район, Таганрог, Новочеркасск, Зерноград. Это дети, которые сдали, вернее, выполнили нормативы исключительно на золото. Исключительно на золото. Была сформирована команда Ростовской области, которая приняла уже в финальном этапе, в третьем, соответственно, этапе фестиваля всероссийского этого комплекса. В Белгороде который был, да? И хочу сказать, что все 100% наших детей подтвердили выполнение нормативов этого комплекса на золото. Это очень радостно. Вручали им эти награды заместитель министра спорта Российской Федерации, Наталья Владимировна. Это было торжественно, это было красиво. Поэтому первые знаки у нас появились в Ростовской области вот буквально две недели назад. Что касается вашего вопроса о поощрении, очень хороший вопрос. Я бы начал его, наверное, со школьников, да? Ну, естественно. Особенно выпускники, те, которые будут заканчивать, соответственно, школу. Есть у нас приказ по Министерству образования Российской Федерации о поощрении тех выпускников, которые выполнили нормативы на золото, серебро. Хочу сказать, поощрение вот здесь, в этом случае, только золото и серебро. До 10 баллов высшее учебное заведение имеет право, соответственно, если выполнил норматив на золото, то, соответственно, добавлять 10 баллов к их итоговой, соответственно, аттестации. Но это прерогатива исключительно высших учебных заведений, соответственно. В этом году такого поощрения не было. А вот с 2016 года, когда этот комплекс у нас уже вступит в силу, когда мы откроем эти центры, он будет работать, то это положение, оно должно у нас уже работать. Поэтому, я думаю, будут заинтересованы все выпускники наших общеобразовательных школ надо брать себе до 10, я еще раз говорю. Это не только, допустим, выполнение нормативов ГТО, это участие в областных соревнованиях. Ну, спартакиады, раздействие. В российских, спартакиадах, международных и так далее и тому подобное. Будет все учитываться в этом вопросе. Что касается граждан, которые работают на предприятиях и так далее, то здесь тоже руководители предприятия, я хотел бы отметить, они должны подготовить положение о поощрении. Буквально весной мы проводили совещание с работодателями, где я выступал, рассказывал об этом комплексе, соответственно. И многие работодатели откликнулись, уже готовят соответствующие документы о поощрении своих сотрудников. Ну, наверное, это выгодно, потому что каждому руководителю, наверное, это хорошо иметь здоровый коллектив, здоровый теле, здоровый дух, здоровый разум. Это будет здорово. Ну, и в целом весь комплекс, конечно, он настроен на то, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. Это самое главное. Это здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, соответственно. Все это нацелено на то, чтобы наше поколение, наша страна развивалась успешно. Я думаю, это будет очень здорово. Петр Николаевич, понятно, студенты, школьники. А вот если, например, человек просто захотел сдать норму ГТО, вот какие требования к нему и что ему делать надо? Ну, очень хороший вопрос. Я начну с того, что у нас сейчас есть всероссийский сайт gto.ru. Он уже работает, действует. Мы тоже в Ростовской области запустили этот сайт. Он работает. Прежде всего, если захотел гражданин выполнить этот норматив, соответственно, он обязан зарегистрироваться на этом сайте. Естественно, там нужны персональные данные он вводит, соответственно. Выдается этому гражданину логин и пароль, соответственно. В соответствии с этим логином и паролем он входит, и он видит, какие нормативы он должен сдать. Там специально весовая категория, наверное? Обязательно. Возрастная? Возрастная. Возрастная категория, соответственно, когда он регистрируется, все это вбивается в электронном, все это обрабатывается этой программой. И он выходит своим паролем, ему, соответственно, показывают место его сдачи этого приема. Ну, по региону, естественно, да? По региону, соответственно. И то, что он обязан выполнить. Это в обязательном порядке. Я говорю, четыре обязательных и по выбору, соответственно. Это зависит уже от возраста. И от той ступени, на которую он, соответственно, сдает. Обязательным требованием при выполнении нормативов ГТО является медицинский допуск. Это в обязательном порядке. Но это главное все. Да, это главное. Потому что мы должны обезопасить любого гражданина. Для этого буквально, вот, мы две недели назад подписали совместный приказ Министерства здравоохранения Ростовской области, Министерства спорта Ростовской области, о совместной работе по этому направлению. Любой гражданин может обратиться в поликлинику по месту жительства и взять соответствующий документ. Школьник, который обучается в общеобразовательной школе, он имеет полное право обратиться в медицинский кабинет при школе, который имеется, и соответствующую медицинскую справку должны ему выдать, соответственно. Что касается студентов, то студенты могут обращаться в студенческие поликлиники, где будет выдаваться соответствующая эта справка. Все в нашем этом приказе оговорено. Он у нас находится на нашем сайте, поэтому любой гражданин, студент, учащийся может зайти на сайт Министерства спорта Ростовской области, раздел ГТО, и все там увидеть своими глазами. Будем надеяться, что будут желающие дети. Вот интересно детям это? Вы знаете, это очень интересно. Вот я видел глаза наших детей, которые защищали честь Ростовской области в Белгороде. Но настолько они... Вот там девочки плавали, некоторые, конечно, были интересные показания, когда, допустим, 12 лет она должна проплыть 25 метров за 1 минуту 5 секунд. Она проплыла за 46 секунд. А другая проплыла за 40 секунд. Она пёртой. Расстроилась, да? Расстроилась. Ты не расстраивайся. Ты же выполнила на золото, всё равно ты подтвердила своё золото, то, которое ты на втором фестивале у нас в Ростовской области завоевала. Ну, то есть заинтересованность детей очень много. Сейчас очень многие уже хотят сдавать, уже письма присылают. Ну, мы говорим, мы сейчас популяризация. Вот буквально прошло 1 сентября недавно, да, у нас в Ростовской области очень много прошло мероприятий, как раз приуроченных к этому, соответственно, комплексу. И приняло участие вот на 1 сентября около 60 тысяч школьников Ростовской области. Внушительное. Это и отдельное принятие нормативов, это и теоретическая часть, соответственно, различные вопросы теоретические, всё в комплексе. То есть есть заинтересованность, есть желание. Я хочу сказать, что здесь нужно очень правильно, грамотно, не спешить идти по тому пути, который мы наметили. Пётр Николаевич, спасибо огромное вам. Я думаю, что мы всей нашей телекомпании тоже попробуем сдать ГТО, потому что, как вы правильно сказали, перед программой, что в здоровом теле здоровый дух. Спасибо огромное вам. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Первые лица на Дону». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова